Саровский Кулебин. Так ученика 15-го лицея назвал один из членов жюри конкурса «Большие вызовы». Лев Цветков стал победителем в направлении «Передовые производственные технологии». На суд строгого жюри мальчик представил проект изготовления филамента для 3D-принтера из пластиковых PET-бутылок. Над его разработкой Лев работал полтора года. Смысл проекта заключается в том, чтобы переработать пластиковую PET-бутылку в филамент для последующей печати на 3D-принтере. Сейчас все более актуальна становится домашняя 3D-печать. Филамент дорожает, пластик из которого печатает принтер. Поэтому как-то пытаемся переработать, по сути, отходы в готовый продукт. Александра Пешкова стала призером в номинации «Умный город и безопасность». На конкурсе девушка защищала работу, выборы, расчет экологически чистого, оптимального и удобного маршрута в школу. Для своих одноклассников Александра просчитала наиболее удобные маршруты из нового и старого районов, а также с окраин города. На конкурсе были участники довольно хорошего уровня. И я очень много что унесла, каких полезных советов и полезных замечаний унесла с этого конкурса. Сейчас ребята готовятся к следующему этапу конкурса, который пройдет уже в середине апреля. С финалистами будут работать эксперты, которые помогут конкурсантам доработать проекты, усовершенствовать их. Павел уже отправил работу эксперту. Юноша победил в направлении современной энергетики с проектом «Атомно-водородный комплекс на базе атомной электростанции малой мощности». Всем известно, что есть атомные станции, а эта атомная станция, но она, соответственно, меньше, вырабатывает меньше энергии. Ну и мой проект заключался, собственно, в том, чтобы избыточную энергию, которую будет вырабатывать эта станция, пускать на производство водорода. Ну, что, в свою очередь, позволит озеленить энергию. Так как сама по себе атомная энергия, она экологичная, то есть зеленая, и энергия при сжигании водорода тоже зеленая. Победители и призеры Всероссийского конкурса примут участие в научно-технологической программе «Большие вызовы», которую организует образовательный фонд «Талант и успех» в Сириусе. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.